Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить необычайно вкусные булочки. Это будут ягодные синабоны, в начинку которых вы можете использовать абсолютно любые ягоды и фрукты по сезону, либо даже замороженные. Булочки очень вкусные, воздушные, с нежнейшей начинкой и шапочкой крема. Готовятся они совсем просто и быстро. Все продукты для теста должны быть комнатной температуры, а молоко должно быть теплым. В миске соединяем 150 г теплого молока, добавляем 21 г свежих дрожжей. Если будете использовать сухие, то берите в 3 раза меньше, то есть 7 г. Всыпаем сахар 80 г, 1 чайную ложку ванильного сахара и немного все перемешиваем, чтобы дрожжи разошлись. Далее добавляем 2 средних яйца, пол чайной ложки соли и 60 г мягкого сливочного масла. Снова все немного перемешиваем. Далее постепенно всыпаем муку и начинаем замешивать тесто. Тесто несложное, поэтому можно замешивать как миксером, так и руками. Муку, конечно, нужно добавлять постепенно, так как она по своим свойствам отличается. Вам может понадобиться немного больше, либо немного меньше. Тесто должно хорошо держать форму, но при этом оставаться очень мягким и эластичным. Точный список всех продуктов я всегда оставляю в описании под видео и в конце каждого видео. На весь замес у меня уходит около 10 минут. Как только тесто начинает хорошо держать свою форму, больше муку я не подсыпаю. Просто вымешиваю, чтобы оно стало гладким и однородным. Тесто у меня уже готово. Вот смотрите, оно получается очень мягенькое, эластичное и уже не липнет к рукам. У меня для такой консистенции уходит примерно 470 грамм муки. Миску я смазываю небольшим количеством растительного масла, помещаю туда округленное тесто и оставляю на расстойку в теплом месте до увеличения в объеме минимум в 2 раза. Обычно на это уходит около 1 часа. Сверху обязательно нужно прикрыть пищевой пленкой или полотенцем, чтобы тесто не заветривалось. Духовку я включаю разогреться буквально на пару минут, чтобы там стало тепло. И помещаю туда миску с тестом. В таких условиях оно очень быстро и хорошо подходит. Ну а пока подходит тесто, можно приготовить начинку. Я сегодня беру замороженную малину, 350 грамм, но также можно взять и свежую. К малине добавляю сахар, беру 100 грамм, но это, конечно же, по вкусу. Ставлю на небольшой огонь и жду, когда полностью разморозятся все ягодки и растает сахар. Также будет вкусно, например, с черной смородиной, с черникой или с вишней. Также можно нарезать кусочками персики, абрикосы или даже потушить яблоки. Здесь уже используйте то, что вам нравится и то, что есть в наличии. Отдельно соединяю 40 грамм воды и 30 грамм крахмала, чтобы заварить всю массу. Тщательно все перемешиваю, чтобы не было никаких комочков. И пока оставляю в стороне. Ягодки у меня уже полностью растаяли и начали закипать. Еще раз перемешиваю крахмальную смесь и тонкой струйкой при постоянном помешивании ввожу к ягодам. Теперь уже хорошо все перемешиваю лопаткой и провариваю около 30 секунд, чтобы хорошо заварился крахмал и потом не чувствовался в готовых полочках. Вся масса станет заметно гуще. Полминуты я уже проварила. Снимаю массу с огня и перекладываю в другую миску, чтобы она быстрее остыла. Прикрываю пищевой пленкой, чтобы масса не заветривалась. И оставляю остыть до комнатной температуры. Тесто у меня прекрасно подошло и стало очень воздушным. Смотрите, какое мягкое. Теперь хорошо его обминаем, чтобы булочки получились мелкопористыми. Снова подкатываем шарик, накрываем сверху и оставляем отдохнуть на 10-15 минут. Тесто у меня снова хорошо подошло и стало пышным. Рабочую поверхность присыпаю мукой и перекладываю тесто. Сначала расплющиваю руками, а затем раскатываю скалкой в прямоугольный пласт. Толщину выбирайте на свое усмотрение. Я делаю довольно тонкий слой, буквально несколько миллиметров. Ягодная масса уже хорошо остыла и стала еще чуть гуще. Теперь выкладываем ее на тесто и распределяем ровным слоем. Кстати, когда я готовила эти булочки в первый раз, то я взяла не 30 грамм крахмала, а 40. Конечно, ягодная масса получилась более густой. Было проще формовать булочки. Но в итоге после выпечки начинка получилась более плотной, поэтому в следующие разы я уже уменьшила количество крахмала. Булочки стало формовать немножко сложнее, так как ягодная масса более подвижная. Но в итоге результат мне понравился гораздо больше. Начинка после выпечки осталась более нежной и вкусной. Поэтому теперь готовлю только по таким пропорциям. Далее сворачиваем в плотный рулет. Вот видите, в итоге и тесто мягкое, и начинка довольно мягкая. Конечно, это не очень удобно, но поверьте, результат того стоит. И далее разрезаем его на булочки. Перекладываем заготовки на противень, застеленный пергаментом, либо ковриком. Нож здесь лучше не использовать, а разрезать обычной ниткой. Получается красивый ровный срез. Если булочки получаются не очень ровными, то можете вот так их аккуратно поправить. После расстойки и выпечки они все равно станут красивыми. Из этого количества теста у меня получается 17 довольно крупненьких булочек. Если хотите, можете раскатать тесто пошире, тогда булочки будут меньшего размера, и поштучно их получится больше. Также у меня на канале есть классический рецепт булочек сенопон, которые готовятся с корицей. На всякий случай ссылку оставлю в описании под видео. Если еще не готовили, то самое время попробовать. Накрываем заготовки сверху пакетиком и полотенцем, и оставляем подойти еще на 20 минут. Булочки у меня уже хорошо подошли, и духовка разогрелась до 190 градусов. Сверху у меня будет крем, поэтому ничем не смазываю. Если крем делать не хотите, то можете смазать сполтанным яйцом, чтобы булочки получились блестящими и румяными. Выпекаем их в духовке разогретой до 190 градусов, ориентировочно 15-20 минут. Так как готовим сенопоны, то нужно приготовить сливочный крем. Для него все продукты должны быть комнатной температуры. Обычно используется сливочный или творожный сыр. У меня сегодня не было в наличии, поэтому отвесила сметану на марлю. Вся лишняя сыворотка стекла, и осталась вот такая густая сметана. Поверьте, по вкусу потом получается точно так же, как и с сыром. Здесь у меня 150 грамм густой сметаны, либо можно брать сыр, 50 грамм сахарной пудры и 40 грамм сливочного масла. Также добавляю немного ванили для аромата. Просто все перемешиваю в венчиком, и крем готов. Если вы сладкоежки, то пудры можете взять и побольше. Вот смотрите, в итоге получается точно так же, как и со сливочным сыром. Гладкий, однородный, вкусный крем. В моей семье даже никто не нашел отличий. Первая партия булочек у меня уже готова. Вот они очень мягкие, и шпажка выходит сухой и чистой. И теперь ставлю выпекаться вторую порцию булочек. Они тоже хорошо подошли и стали более красивыми. И теперь сразу же, пока булочки еще горячие, покрываю их кремом. От тепла он немного схватится и хорошо застынет. С таким кремом булочка похожа даже больше на пирожное. Поэтому, если захотите, то количество крема вы можете увеличить. Получится еще вкуснее. Вторая партия булочек тоже готова. Я выпекаю булочки около 15 минут, поэтому они получаются не очень румяные. Если любите более золотистые, то можете выпекать немножко дольше. Покрываю их второй половиной кремом. Такие булочки вкусные и в теплом виде, и в холодном. Поэтому, если нет терпения ждать, можете сразу заваривать чаек и угощаться. Субтитры подогнал «Симон» Для меня эти булочки теперь одни из самых любимых. Здесь очень мягенькое воздушное тесто, много ароматной яркой малиновой начинки и, конечно же, этот нежнейший крем сверху. И, как я сказала, в итоге это получается не совсем как булочка, а такое а-ля пирожное. Смотрите, какие они мягкие, много начинки. А сверху еще нежнейший крем. Уверена, что вам понравится. А еще огромным плюсом этих булочек является то, что они получаются гораздо менее калорийными, чем классические синнабоны с корицей. Здесь гораздо меньше сливочного масла и сахара, плюс очень много ягодной начинки, поэтому получается реально вкусно. Я вам настоятельно рекомендую их попробовать. Уверена, что они вас также не оставят равнодушными. Если будете готовить, то обязательно присылайте свои фотоотчеты в мою группу ВКонтакте либо в Инстаграм. Ссылки на все свои соцсети я всегда оставляю в описании под каждым видео. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok